С левой ноги вступает в должность избранный президент, уверен президент действующий. И месяца не прошло после выборов, а Майя Санду успела вызвать напряженность во внешнеполитических отношениях, а сейчас пытается еще и Конституцию вокруг пальца обвести. Игорь Дадон призвал ее быть осторожнее в заявлениях и работать во благо людей, а не в интересах партии, которую она возглавляла. Игорь Дадон утверждает, что Майя Санду и ее команда сейчас пытаются найти лазейку, чтобы распустить парламент, используя Конституционный суд. При этом, напомнил глава государства, есть всего два законных способа это сделать. Если парламент в течение трех месяцев не будет работать, либо если в случае отставки правительства нет возможности назначить новое. Президент предложил политикам, желающим спровоцировать досрочные выборы, выбрать один из двух законных способов. Однако он настаивает, что будущее правительства не может быть сформировано без участия партии социалистов. Игорь Дадон отметил, что на съезде по СРМ 30 декабря одобрят новую политическую программу политформирования, но приоритетом номер один останется подготовка к досрочным парламентским выборам. Ну а до тех пор Игорь Дадон рекомендует избранному президенту Майя Санду думать о том, что она говорит в качестве главы государства, в том числе по преднестровской тематике. Ранее Санду категорично заявила, что будет требовать вывода из региона российских войск. Субтитры создавал декларацию, в том числе, когда мы говорим о первой парламенте, Действующий президент напомнил, что недавно начались переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу о статусе военных, охраняющих склады с боеприпасами в Левобережье. Церемония инаугурации Майсанду намечена на конец этого месяца.